Смотрите, друзья, не знаю, вам видно, нет? Смотрите, прям вот. Смотрите, что было! Вот это да! Вот это помер! Друзья, всем привет! Меня зовут Андрей, вы на канале Lange Fishing. Рад видеть каждого из вас. Сегодня у нас снова рыбалка. Сегодня у нас будет береговая рыбалка. И это в принципе очень-очень неплохо. Светит солнце, хорошая погода, хотя последнее время погодка нас совсем не радовала и вообще не было возможности выбраться на рыбалку. Были дожди, ветра очень сильные, поэтому ни на лодке, ни с берега мы не ловили, но вот сегодня выдалась возможность. И мы сразу выбрались на рыбалку. Мы находимся на пристани недалеко от города Молды. Это паромная переправа. Возле нее мы сегодня и будем ловить. Мы уже провели здесь одну рыбалку, правда, это было довольно давно, в прошлом году. И нам очень понравилось, и мы решили вернуться сюда снова. Ловить будем, как и в прошлый раз, на Донной снасти. И, к слову, хочется сказать, что очень долго я не ловил на Донной снасти в последнее время. Много было рыбалок с лодки. И я, право сказать, заскучал за рыбалкой на Донной снасти с берега. Поэтому повод есть, настроение есть, желание есть. Будем ловить рыбу. Правда, мы сегодня стали не с самой пристани, чтобы не затягивать рыбу, если вдруг мы ее поймаем. А я очень в это верю. А мы стали на камешках возле пристани. Но это не особо меняет наше местоположение. Единственное, что нам будет намного удобнее вытаскивать рыбу. Донной снасти. Ну и давайте обо всем по порядку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, друзья, у меня с собой сегодня три удочки, две из которых я собираюсь оснастить донными снастями. И первую удочку, которая полегче, я оснащаю готовой донной снастью, которая, как уже многие писали, не самая правильная, что на ней два крючка, может все это дело цепляться и так далее. Но я очень надеюсь, что и с этого ракурса, с которого мы сегодня ловим, зацепов не будет, а чуть-чуть с другого ракурса в прошлый раз это место мы уже проверили. Есть некая уверенность, что цепляться здесь не будет. Ну а вторую удочку мы уже сделаем с одним крючком. Вот. И что хочется сказать, так это то, что наживкой сегодня будет селедка. Она замороженная, но купил я ее свежей. Купил я не сам поймал, сразу признаюсь. Купил селедочку, друг мой ездил за селедкой для себя, и мне купил примерно где-то, я не знаю сколько в килограммах, но где-то 20 с лишним штук. Я их дома расфасовал, по одной, по две штуки, чтобы мне не надо было размораживать всю селедку. И теперь у нас есть красивая селедочка. В принципе можно вполне говорить, что она свежая. Сейчас я с нее быстренько сниму филе, чтобы вытащить косточку и не ловить с костями, и после этого будем наживляться. Как вы знаете, на мой взгляд, селедка – это самая лучшая наживка, которую, во всяком случае, я пробовал, и я думаю, что многие, кто ловит в Норвегии, со мной согласятся. Это, наверное, наживка номер один. Вот так вот я себе подготовил уже шесть кусочков селедки. Сейчас будем ее наживлять. И вот, к слову, хочется сказать, вот подходящий паром. Если бы мы ловили, как в прошлый раз, с самой пристани, то получилось бы, что в данный момент мне пришлось бы все удочки вытаскивать, ждать пока произойдет выгрузка-загрузка парома и после этого забрасываться снова. В данном случае, если я буду забрасываться вдоль, скажем, параллельно парому, не прямо на него, то паром нам никак не будет мешать и наши снасти смогут быть в воде. Вот так я, друзья, наживился, но, к сожалению, есть один момент упущения. Я забыл резинку, которой можно обмотать наживку, чтобы она не спадала. Она, оказывается, осталась в лодке, а я был уверен, что она у меня с собой. Поэтому, к сожалению, наживка будет не так хорошо держаться на крючке, но наживка в любом случае хорошая, мы наживились и можно делать первые забросы. Шмур не размотался, ну ладно. О, и сразу клюет, смотри, над ней сразу клюет. Я даже не поставил ни колокольчики, ничего, не установил удочку, реально было. так, как что-то селёвкой посадится еще. Так, идем, да? Да, да, уже идем. Друзья, мы еще не успели поставить звоночек, а была уже первая поклевка. Но потянуло хорошо, но не заглотила рыба, значит, рыба была недостаточного размера. Но, тем не менее, это очень радует, что еще не успев, даже вот продолжает плевать. Смотрите, как натягивает. Дадим заглотить. И очень интересно, что же за первая рыба нас сегодня ждет. Я в предвкушении. Снасть натянута, а значит, там кто-то держит нашу селедку. Явно держит, потому что прямо снасть в натяжении. Ну, как вы знаете, рыбалка на донке требует очень большого терпения, большой выдержки, чтобы дать рыбе как следует заглотить наживку. Но вот тянет же что-то, потягивает. И такое ощущение, что скоро мы будем подсекать. Рыба. Эх, была, была, была рыбка. Рыбка была. Рыбка была, но сошла. Но была сразу рыба, да. Приятно, что была. Вся селедка съедена. И хочется сказать, что на пути вытаскивания я встретил водоросли. Еще раз я сейчас попробую заброситься в таком же исполнении. После этого, скорее всего, если ситуация повторится, то будем переходить на поводок с одним крючком. Сейчас я прям под паром заброс. Вторая снасть, друзья, грузила 90 грамм, в районе 100 грамм. В общем, груз, один поводок, обычная донная снасть. И на эту удочку я уже поставил побольше крючок. В надежде, если будет рыбка покрупнее, вот так вот приходится насаживать в три подхода, так сказать. Потому как у меня нету, я как сказал, нету резинки, которой обмотать нашу наживку, чтобы она не спадала. Но, тем не менее, на какое-то время этого будет достаточно. Не успел. Вернее, я не то, что не успеваю, я успеваю наоборот. Я перестрессовал, друзья, то, о чем я вам говорил. Вообще, снасть только приземлилась на дно, и сразу случилась поклевка. И, как я сказал, ловля на донную снасть подразумевает очень большой выдержки. Но, как вы видите, селедку изрядно-изрядно потрепали. Вот, но, в принципе, с крючка она не спала. Поэтому я мог бы дать еще, как вы видите, рыбе поесть подольше. Это большой минус в данном случае мой. Надо будет исправляться. Но нельзя не отметить тот факт, что клев очень классный. Вот, и сейчас есть. Сейчас есть. А вот сейчас успел, и это радует, друзья. Вот сейчас кто-то есть. Надо поднять побыстрее наверх. Я даже не включил экшн-камеру. Но, благо, сегодня со мной Сергей, который умничка и выручает меня в этой сложной ситуации. Поэтому съемку ведем исключительно на одну камеру. Так, кто это у нас? А, это, по-моему, у нас были друзья такого рода. Это вполне себе неплохой мерланг. Вот. И, кстати, забыл я уже сказать, что в прошлый раз они у нас тоже ловились. Ну, для мерланга это вполне себе неплохой размерчик. А это именно он. Ну что, друзья, первая рыба в нашей копилочке. Единственное, я уже призабыл, да, что здесь ловился мерланг в прошлом сезоне. Именно же с этой же пристани. И у него, надо отметить, что очень голодные злые поклевки. То есть он нам очень быстро измотает всю селедку. А взял я, хочется сказать, сегодня две штуки с собой. Вот. Потому как я не рассчитывал на прямо суперский такой клев. Но, как минимум, мы сейчас половим тогда мерланга. И я еще попробую половить в процессе на силиконовую приманку. Побросать спиннинг. Возможно, мы поймаем кого-нибудь и на силикон. Я не знаю, что с ними делать. Мы попали туда, где не даст проходу голоднющий друг. И получается, что если мы не будем реагировать на эти поклевки, он сразу съест всю нашу селедку. Есть. Опять. Ну, я предполагаю, что это он же. Ну, смысл в том, что нельзя не реагировать на эти поклевки. Особенно при учете того, что я не обматываю резинкой селедку. Конечно, хотелось бы нам поймать кого-то покрупнее. Вроде трески бы, например. Да, даже хорошую камбалу хорошего размера тоже было бы не против я бы поймать. Но я все предполагаю, что да, что это все мерланг. И что даже вот такой вот поменьше товарищ растрепал селедку всю. Этого я отпущу. Потому что, хоть мерланг крупный не растет, но даже для мерланга это не самый большой размер. И при учете, что клев есть, попробуем поймать покрупнее. Он, наверное, сейчас выскочит. Но вот у него на боку кто-то его кушает. Кто-то его пытался съесть, но не съел. Иди, дружище. Только-только снасть на дно. Но я даже не знаю, что делать. А если не реагировать, друзья, на поклевки, снасть, в общем, только касается дна и вот сразу поклевки. Но они это не поклевка трески или там кого-нибудь такого. Снова есть. Это уже, я сказал Сергей, давай забросим на лохмотье. Но, как минимум, друзья, это контент. Это рыбалка для нас. Удовольствие от получения, от процесса. Мы получаем большое удовольствие. Потому что хорошая погода. Ловится рыба. Вот. Но есть у меня тогда мысль, что я перехожу ловить на одну удочку всего-навсего. Потому что за двумя я сейчас не успею следить. Снова некрупные. Этого, наверное, мы тоже отпустим. В надежде на поимку особей покрупнее. Подожди, я тебя отпущу. Иди. Смотрите, друзья, вот на такие лохмотья. Сейчас я еще раз закину. Это уже третий заброс на одну и ту же селедку. Посмотрим, что будет. И, друзья, хочется отметить. Нельзя оспаривать пока эту теорию нашу. Что возле паромных переправ, как правило, очень хороший клев. Точно не могу сказать, с чем это связано. Но, как минимум, что в этом месте будет большая глубина. Потому что сделано искусственное для паромов. Ну, снова клюет, друзья. Снова тянет сразу же. Только снасть ложится на дно. Вот. Так, по-моему, снова есть. В общем, друзья, пока, я бы так сказал, каждый заброс – это рыба. Каждый заброс, что я сделал. Кроме, по-моему, первого, наверное, даже заброса, когда был сход, я почувствовал, что рыба была. Но для удовольствия, конечно, это классно. Сейчас наловится какой-то период времени, там, может, полчасика. Часик мы так наловимся, мерланга, и потом поменяем способ ловли. Потому как, ну, очень он часто клюет. Очень много. Вот этот, по-моему, покрупнее. Его мы уже возьмем тоже, да. Этот уже хорошего размера для того, чтобы его взять на готовку. Сама рыба не крупная, но для мерланга именно это прям хороший. Вот этот вот хороший размер. Они крупными не растут. А этот парень прямо очень хороший. Рыбка вкусная. Володя, я знаю, с канала Вау Фишинг очень любит. Вова, если смотришь, привет. Ловим твою любимую почти рыбу. Друзья, вот здесь вот, если вам видно, я не знаю, что камера передает, но прямо вот здесь вот такого прям хорошего размера люрт. Вот прямо возле берега, прямо под ногами. Даже донную снасть не надо. У меня, как бы я не сделал, у меня была мысль в таких местах тоже попробовать половить на поплавок с наживкой. Вот. Потому как такие места, где скопление рыбы возле. Но интересно, что люр заинтересовался разочек нашей приманкой. И люр такого размера килограмма три без железного у него было, я думаю. Но не схватил. Ну прямо хороший люр, прямо под ногами. То есть рыба возле паромных переправ, как я вам сказал, ее прям очень много. Но я половлю точно на силикон, потому что в таких местах это тоже имеет место на жизнь. Здесь довольно много рыбы. Будем пробовать ее выманить на силикон также, не только на донную снасть. Ну и как сказал, очень мне как-то хочется попробовать половить еще на поплавок. Я не думаю, что мы дойдем до этого сегодня. Потому что все-таки я рассчитал свои рыбацкие возможности сегодня, так скажем, на донную снасть и на силикон. Друзья, решил я сделать небольшую паузу в донной рыбалке. Одна удочка заброшена, но по нашим предположениям там уже съели всю селедку, поэтому там не клюет. Поэтому сделаю пару забросов перед тем, как перенаживляться на силиконовую приманку. Ну вот размер на ладошке примерно 10 сантиметров. 30 грамм вес груза. Вот приманочка рабочая. И как вы видели, я надеюсь вы видели, что прямо возле берега стоит люр. Вот. Поэтому имеет смысл побросать здесь на силикон. Люр и эта приманка лучшие друзья. Вот. Насколько получится нас сегодня соблазнить его я не знаю. Но как минимум надо мне перевести дух. Сделать паузу от рыбалки на наживку. Потому что очень много поклевок. И пока это, как я сказал, мерланг. Вот. Мы чуть-чуть подождем. Возможно подойдет другая рыбка какая-нибудь. Две штуки мы взяли мерланга. Наверняка поймаем еще. Но вот минут 15 я сделаю паузу между забросами на донку, чтобы отдохнуть. Ну и заодно посмотреть, есть ли здесь люр. А вернее то, что он есть, мы уже поняли. Вопрос будет ли он клевать. Все. Они сразу трепетят. Сразу. Она на нас сначала опускает. Да. Нет. Так мы удочку не поставим. Тянет. Ну это уже. Кстати. 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 Ух это уже, друзья, поинтереснее. Реально поинтереснее. Это реально поинтереснее. Это реально поинтереснее. Ну наконец-то. И опять, друзья, сразу вот только снасть на дно опускается. Просто поклевка на селедку сразу. Сельдь, конечно, это очень хорошее дело. Ну это прямо, да, идет так тяжело. Это уже не похоже на Мерланга, как минимум. Я бы так сказал. Я бы точно сказал, что это не похоже на Мерланга. Вот это прямо я могу с уверенностью сказать. Должен быть прямо хороший Мерланг. Поборемся, так сказать. Это приятно, друзья. Что среди Мерланга, как я сказал, очень хотелось бы, что нам бы попалось что-то поинтереснее. И вот это. О, да. Это я уже вижу, что это уже Мольва. Да, по-моему, Мольва. Как она? Да, смотрите, друзья, среди Мерланга Мольва. Причем, ну такая бы себе, я сказал, для береговой рыбалки. Вполне себе ничего Мольва. А почему бы и нет. Так, сейчас мы подумаем, как ее взять. Да, да, по ощущениям, не знаю даже. Килограмма полтора, наверное. Так, вот сейчас бы, чтобы она мне не порвала бы леску. Сейчас бы, что ты бы не порвала леску. Ну, я чувствую по весу, что годится. Ну, а такие вот. Вот и Мольва подошла к нашей наживочке. Но селедка, друзья, это уникальная вещь в плане наживки. Ее любят все виды морских обитателей. И Мольва здесь не исключение. Да, заглотила знатно. Так, друзья, обнулили весы. Эй, зафиксировались на 0,3 килограмма. Это не годится. Сейчас еще раз. Вот так вот. Ну вот. Смотрите, друзья, 2 килограмма Мольва с берега. Это очень приятно. Да, Серый, вот это рыба твоей мечты. Рыба моей мечты. Ну, друзья, тут эмоции, только восторг, можно так сказать. Мы передохнули, пока у нас здесь был паром. И как я сказал, что Мольва так крутилась, что могла нам перегрызть леску, но так оно и случилось. Поэтому надо быстренько перевязаться и делать следующий заброс. Но эмоции зашкаливают, что снасть только опускается на дно. На силикон были тоже поклевки, но при вот этом клеве на донную снасть я не могу себе отказать в удовольствии половить еще. Вот смотрите, сейчас на такой вот обглоданный кусок селедки мы попробуем забросить еще раз. Тут уже ничего не осталось, но надо пробовать. Нет, по-моему, я не все. Нет, наверное, все-таки есть. Да, 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 есть. Ну, а вот это сейчас ближе к Мерлангу. Это ближе к Мерлангу. Мы поменяли чуть-чуть место, потому что там было посложнее забрасываться. Чуть-чуть другое направление заброса я сделал. Но, как выяснилось, рыба здесь все равно клюет и там, и здесь, и где угодно. Поэтому мы сейчас... Да, это Мерланг. Я сказал, что это было больше на него похоже. Но тоже хорошего размера, зачетного для Мерланга, можно брать. О, вот и была поклевка. Опять тюк. Вот иногда такие просто тюк, как будто вот кто-то пробует. Это, скорее всего, твой этот люр, который так интересуется просто. А была одна поклевка, что кто-то прям очень пытался заглотить, но не смог. Вот сейчас была первая такая прямо очень хорошая. Но кто-то не съел. Вот сейчас на все. Это очень приятно. Была поклевка, точно. Тока касается дна. Вот. Сразу же. Есть контакт. Она сейчас куда-то в нашу сторону его тянет. Вот, тянет. Но это, опять же, похоже очень на Мерланга. Потому что поклевочки такие резкие. Когда Мольва клюнула, было такое прям натяжение с Настей. Почувствовал я, что она взяла и потащила вперед. А Мерланг, ну, по-моему, там есть уже. Потому что тащит. Потому что тащит. По-моему, ощущение, что сразу есть рыба. Может, я, конечно, ошибся. Но сейчас нету такого сопротивления. Наверное, все-таки не засеклась. Но та скала она там, конечно, по дну знатно. Но и надо признаться, что... О, признаться надо, во-первых, что селедку не до конца съели. Хотя вот растрепали знатно. Но я такие вот на эти лохмотья закину еще раз. И надо все равно признать факт, что, как только снасть касается дна, сразу происходит поклевка. Но надеюсь, что среди Мерланга голодающего мы встретим кого-нибудь еще, помимо нашей Мольвы. Довольно долго, да, даже при учете, что это 100 грамм груз, довольно долго он опускается на дно. Да, трепает сразу, вот. Сразу трепает. Но поклевки, да, как я и говорю, что... Да, они не... Это Мерланг, скорее всего. Снова вот он заглатывает. Вот он тянет. Он сейчас, по-моему, уже прицепился. Да, сейчас прицепился. Но это точно Мерланг. Это прямо точно. И как его... Ну, то есть, его же не отсеешь никак. Даже крупная приманка этого... Это ничего не даст. Он будет так же трепать. Он не заглотит, но он будет вовсю пытаться стянуть даже крупный кусок селедки. Тем более, что мы не можем... Ну да, вот он крутится, кружится. И тоже такое... Это тоже хорошего размера. По Мерлангу мы сегодня душу отвели точно. Да, это зачетный размер Мерланга. И... Хорошо. Вот такой дружок. Но клюют они, да. Только снасть приводняется, только опускается на дно, сразу же поклевка. А вот он и наш люр, которого мы так долго ждали. Вот он. Поклевку не снял. Очень я не рассчитывал. Так. Ну, это не прям крупняк. Ух, пытается выбросить приманку. Надеюсь, пробило. Вижу, что приманка уже не во рту. Да, это люрчик. Ну, такой не прямо... Не прямо таки. Ловил я и побольше. Но зацепился очень плохо. Не знаю, вытащим, не вытащим. На водоросли положим полежать пока. Подсак я не взял. Ну, вернее, он от меня в метрах. 20. Ну, вытащили. Вытащили. Такой килограмм-полтора, наверное. Все-таки хапанул и хапанул прямо здесь перед берегом. Как мы и говорили, что они прямо вот здесь под самыми ногами крутится люр. Потому что здесь очень много корма. Если посмотреть воду, то мелкой рыбы, ну, прямо неимоверное количество. И вот и люрчик здесь кружит и выискивает себе добычу. Зацепился слабенько. Поэтому отцепить не составит труда. А что мы с ним будем делать? Сейчас мы подумаем. Ну, такой, да. Килограмма-полтора. Ну, все уже понятно, что мы с ним будем делать. Он пошел сам. Я не знаю, сейчас достану, не достану. Он на шнуре моем висит. Так. Ха-ха-ха. Сейчас здесь камни скользкие. Но, да, хотелось бы показать его. Но, таки, одно неловкое движение. Ну, в принципе, при желании я бы его достал под соком. Ну, не знаю. Отпустим, наверное, да? Пускай идет. Пускай, наверное, идет. Сейчас мы ему поможем. А он сам себе поможет. Да. Все, пошел. Ну, что, друзья. И этот вид ловли, и силикон ловит. В общем, были поклевки, как я говорил. Чуть-чуть я буквально уперся. Сделал подряд, может быть, 4-5 забросов, не более того. И вот на одном из забросов поймали люра. Но хочется сказать, что мы прямо вот здесь под ногами видели особи и покрупнее. В общем, что сказать. Это рыбалка-мечта. О такой рыбалке реально можно только мечтать, когда ловится на все. И хорошо ловится, и клюет. И на силикон были поклевки. В общем, продолжаем, друзья. Продолжаем. В не сконцентрированном состоянии, не сконцентрирован на съемку. В общем, друзья, мы решили попить чайку. Рыбалка на этом далеко не заканчивается, потому что, во-первых, световой день еще не закончился. У нас есть несколько часов, может, часа полтора. Но мы уже так приятно и знатно наловились, что надо попить чай, перевести дух. И с новыми силами продолжить это увлекательное мероприятие. Вот с ними, как я стараюсь для людей, чтобы было красивенько смотреть наши видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Вот это прям интересно. Что в этот водоворот будет? Я прям под паром забросил. Влияет ли каким-то образом водоворот на... Ну, снасть очень далеко унесло. То есть она там как-то в свободном каком-то падении, полете происходит это все. Прямо течение здесь резко? Да, смотри, ну туда вот унесло, да, прям сильное, очень сильное. Так, вот так от... А, нет, не ушел. Я думал, ушел. Нет, такой рывок, друзья. Это хороший, это реально хороший. Этот выгуливает пока меня. Этот реально пока меня выгуливает. Этот хороший. О, да, да, да. Этот уже, вот этот уже, друзья, знатный. Гляньте, этот хорошенький. Это, наверное, к двум с половиной, к трем. По первым ощущениям. Как он схватил. Да, это хороший. Этого надо брать в подсак. Так, сейчас я возьму подсак сначала. Подожди, дружище, такой золотой. Да, подожди. Ну, давай тебя попробуем. Подсак. Да, да, да. Подсак не влазит, от которого я взял. В сегодняшний подсак наш друг не влазит. Все, влез вроде. Вроде бы влез. И приманка, кстати. И приманка у него изо рта выскочила. В самый нужный момент. Да, ну, я говорю, что и на силикон. И тут стоим с Сергеем и говорим, что... Говорит, давай уже на селедку будем ловить. Потому что, ну, мы сделали паузу, попили чайку. Ну, и что-то я взял, сделал буквально забросик на... Наверное, это третий заброс был на силикон. Приманка, правда, запуталась за подсак. Такого уже надо, наверное... Не знаю, что с ним делать. Надо брать, наверное, такого красавца. Да. Вот такой красавец. Сейчас освободим приманку от подсака и покажу его. Друзья, вот такой вот. Сейчас взвесим, но по предположениям я бы дал ему три. Ну, от 2,700, 2,800 до 3 килограмм сейчас взвесим. Красавец просто. И все поклевки вот практически здесь вот есть водоросли. И вот этот рубеж водорослей, вот за ними стоит рыба. И уже второй люр. Ну, этот прямо классный. Сейчас взвесим. Идем? Идем. Друзья, ну, как я сказал, глаз уже наметан. 3 килограмма 40 грамм. Это хороший. Для люрчика это прямо очень классный. Ну, это идет в копилку нашего сегодняшнего рыбацкого счастья. Берем с собой. Будем рыбку раздавать. Сергей возьмет. Может, еще кому-то. В общем, ух! Пришло время и селедки. Тем более, уже один раз размороженную селедку желательно добить. Это точно. Поэтому вот так вот филешечку снимаем с оставшейся сельди. Вот это мы сейчас на корм морским обитателям отправим. Благо море у нас это безотходное производство. Либо чайки, либо морские обитатели кто-нибудь допозарится. И решили мы посмотреть, что происходит на дне нашего места ловли. Стоит ли все еще там мерланг? Или как бы нам хотелось бы, чтобы подошла и другая рыбка? Сейчас будем смотреть. Ну вот, друзья, снасть опускается на дно. Я экшен уже включил. И посмотрим, что будет. Все прошлые разы, как только снасть касалась дна, сразу начиналось движение. Вот, снасть опустилась на дно. И уже даже, если честно, хочется, чтобы была пауза какая-то. Это будет означать, что мерланг отошел куда-то в другое место. И пускай бы снасть чуть-чуть бы даже лежала бы на дне, чтобы мы могли бы пробовать ловить другую рыбу тоже. Но вот на удивление, в этот раз сразу поклевки не последовало. Поэтому можно поставить удочку и повесить колокольчик. По ощущениям, это поприятнее поклевка. Мы не успели поставить колокольчик. Но интересно, вот смотрите, как натягивает потихонечку. Нету таких прямо сверх резких поклевок. Может быть, там есть слабина снасти, я не знаю. Но вот сейчас посмотрим, если потянет вперед. Вот, ну да, как будто бросило. Нету такого, что вот прям хорошее натяжение. И пошла снасть вперед. Но вот сейчас уже интереснее, смотрите, да? Но тоже все равно похоже на мерланга все-таки бы, я бы сказал бы. Ну или на какую-то некрупную рыбку. Но шанс это есть. Как минимум, не было поклевки прямо сразу. Что при сегодняшнем клеве даже странно. Но, как я сказал, хочется, чтобы... Да, может быть, рыба идет на нас. Нет, ну уйду. Движение, движение есть. Хотелось бы просто нам попробовать и на донку поймать. Ну, натягивает, натягивает. Либо уже сидит рыба, либо еще обедает. Сейчас посмотрим. Ладно, надо брать руки, руки в руки брать. Ну нет, пока не заглотило. Кто-то, наверное, все-таки, да, это был... Мы не тянули. Похоже было на поклевку мерланга, наверное. Но там до сих пор кто-то проводит игры с нашей приманкой. Либо ее уже нету, либо... Либо есть. Ладно. Да, по-моему, там уже... По-моему, там уже сидит рыба. Все-таки. Даже ничего не делая, рыба ловится сама, я бы так сказал, друзья. Можно даже не подсекать. Ну, так по ощущениям. Маленькая. А нет, смотрите, нету в этот раз рыбы. Это первый заброс за долгое время сегодняшней рыбалки, который не увенчался пойманной рыбой. Снасть потрепали? Вернее, наживку потрепали. Не снасть, а наживку. Но мы попробуем еще раз на эту же наживку заброситься. И посмотрим, кто там доедает или не доедает нашу наживку. Сейчас я хорошо забросился. Это все-таки похоже на мерланга. Мерлан, в мелко. Да, очень такие поклевки. Мерлан. Вот он, да, он пытается тянуть. Вот он опять тянет. Такие натяжения происходят, но ну да, я даже не знаю, что делать. Он нам не даст расслабиться, не даст поставить удочку, скорее всего. Я по дну с Настей двигаю, и он гонится и хватает наживку. Он, наверное, съел уже, я думаю. И вот натягивает опять. Ну, такие поклевки очень, да. Очень, да. Очень слабые поклевки. Ладно, сейчас будем огромных люров ловить. Ну да, ну там сейчас прям совсем-то, да, хотя бы поклевки были посильнее. Даже при том, что это Мерлан клевал, были поклевки по... Надо попробовать тогда чуть-чуть сюда. То есть чуть-чуть. Надо вытаскивать все-таки. Перебрасывать. Может быть, чуть-чуть, да, более туда попробовать. Угу, туда. Да, попробуем. Да, мне такое ощущение... Да, что рыбка-то все-таки... Да, есть? Да, да, да. Все-таки кто-то съел. Но экшен всегда при мне. Но это маленький. Вот этого мы отпустим. Вот этот для Мерланга не крупный. Вот поэтому и поклевки, друзья, такие не очень. У меня стоит очень большой крючок, скажем, для такого размера рыбы. Я больше бы хотел ловить покрупнее рыбку. Но этот такой, некрупный. Опять-таки пожеванный со всех сторон. То есть даже такого размера рыбу кто-то пытается съесть. Ну что, продолжаем ловить. Такого размера вот он не ушел на дно и его мы не сняли сразу, но его атаковало что-то очень крупного размера, друзья. Смотрите, друзья, не знаю, вам видно, нет? Смотрите, прям вот. Смотрите, что было! Вот это, да! Вот это номер! Вот этого я не ожидал! Ох, друзья, засеть мою прямо здесь! Ну, это хорошее тоже. Это, наверное, тот же, который пытался съесть. Ох, я, правда, с фрикционной этой удочки не ослаблял, но здесь такого размера леска, что, в принципе, это тоже трешечка! Вот это да! Вот это сегодня рыбалка! Но я на своей памяти так не припомню. Вот это, к слову сказать, сейчас давайте его достанем, и я договорю мысль, которую мы с Сергеем обсуждаем на протяжении рыбалки. но это три точно, да, это три прямо такой же, это примерно как тот. Сейчас мы его достанем, и я вам скажу. Так, иди сюда, красавец! Я не знаю, сколько нам надо всю эту рыбу или не надо нам всю. Есть кому, может, еще надо поддать? Ну, давай, возьмем, да, отдадим. Ну, вот такой вот, друзья, тоже красавец. Я думаю, что в нем килограмма три тоже есть, около того же. Хорошо я его просек, и селедка снова в деле. Сначала, как вы видели, да, он такой же примерно, как тот. Может, чуть-чуть меньше, но около того, 2,800 где-то под три. Взвешивать не будем, но, поверьте на слово, вот такой красавец, тоже в районе трех килограмм. В общем, сегодня мы уже за... хорошо перевалили, я думаю, за десятку той рыбы, которую мы взяли с собой. Вот. А рыбалка еще не закончилась. Так вот, что я хотел сказать, и чтобы мне самому было бы интересно тоже, но и этот вид был ловли тоже очень увлекательным. Я вот все, Сергей, мы ведем разговор о том, чтобы вот в таком месте, как это, где мы уже определили, что прямо возле берега много рыбы, попробовать половить на поплавок. Я сегодня до этого, наверное, уже не дойду, потому что световой день скоро закончится, и будет плохо, вам видно, если мы будем снимать покрёвки уже в сумерке. Вот, потому что рыба здесь стоит, и вот попробовать на наживку половить именно на поплавок. Но вот когда я видел, как люр трёхкилограммовый заглатывает кусок селёдки прямо перед моими глазами, это тоже было, друзья, очень зрелищно. И вот такая примитивная снасть, груз, от него поводок чуть выше, и наживка в виде селёдки. Давайте попробуем ещё раз. Ну, прямо очень было интересно, как это всё происходило. 2,800 он, почти он такой же, как и тот. Тот на 200 грамм потяжелее, ровно на 200 грамм. А вот издалека, друзья, на силикон, пока подплыл паром, пока волнуется наше море, и, видимо, эти потоки воды от парома, они тоже активизируют каким-то образом рыбу, начинается движение мелкой рыбы, но это маленький, но тоже люр, друзья. Что интересно, на силикон это люр. Это товарищ отпускной, но классная поклёвка была, жалко, что я её не заснял. К сожалению, извиняйте, ну, такой килограммовый люрчик около того. Ну, вот, всё, он выплюнул приманку. Сейчас покажу, и отпустим. Иди, дружище, мучить тебя не будем. Да подожди. Ну, вот такой. Ну, красавчик. Иди, родной. Всё. Давай, разворачивайся тебе в другую сторону. Опять подвис. Опять подвис, опять мы не снимаем, друзья. Вы, наверное, как это, что снимаем без поклёвки, вы думаете, что мы тоже рыбу нацепляем и вытаскиваем. Но это тоже маленький. Но он прям без поклёвки повис. Ну, сколько, друзья, рыбы сегодня я поймал. Мы тут с Сергеем разговариваем. Это не описать словами. И это 100% на сегодняшний день самая лучшая береговая рыбалка. Но как минимум по количеству рыбы. Я не говорю про размер, насколько он трофейный, не трофейный. Я, конечно, с берега ловил, по-моему, на 6,5. Самая большая рыба. Ну да, палтуса я ловил на 6 килограмм. И ловил треску, наверное, тоже на 6,5. Ну, то есть, если не говорить именно про размер, а про то, как мы сегодня отловились и ещё ловим, как сегодня клевало, насколько это было зрелищно, насколько это было для нас азартно. Это пока лучшая береговая рыбалка в Норвегии. Так ты дых. Ну, сейчас прикольно было, он глотал её. Прямо видно было, ну, по удочке я чувствовал, как он глотал. То есть, он атакует и так тых-тых-тых. Ну, да, на донку более зрелищно на камеру поклёвка происходит, да. Ну, то есть, да, наверное... Если говорить... Ну, на силикон тоже, да, если у тебя включено, ты увидишь удар, как... Вот у меня был один раз, я сам себя с берега снимал, и я так включил, как ты обычно делаешь, вот... То есть, камеру включил и удочку держал перед камерой. И реально случилась поклёвка, прямо вот прикольно было крупным планом, так вот, тых-тых, и есть. Сколько мы наловили? Я уже этих мелких люров сколько поймал. Ну, получается, они бывают так пооблёскуют, это жёлтые, так, значит, это мелочь, это люры и есть. Да. Просто живут. И... Большие закрывают. Да, и прикольно. Вот сейчас поклёвка классная была. То есть, он раз, он ел её. То есть, у меня такое ощущение, знаешь, как будто я сквозь водоросли я продираю, мне так казалось. Что вот, ну, зацепилась, отпустила, зацепилась, отпустила, знаешь. А это он вот прихватывал, 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 и я всё пытаюсь поклёвку снять, ну вот. Ну, вообще, да, как будто ты красу взял, ну, она вот, получается, ближе к берегу, да? Не, ну, да, но если бы к тому, что камера бы на кончик удочки писала, видно, видно, ну, что происходит. Вот сейчас опять была поклёвка. Ну, да, вот он тюкнул. Сейчас просто он, как бы, вот, не схватил, но он тюкнул. Да, вот она главное, когда, что это за закон такой? Когда включаешь камеру, допустим, да, и, как правило, ты не поймаешь поклёвку, она не клюнет. А когда камера выключена, и ты уже не рассчитываешь, уже, что-то не клюёт. И все время тогда. Надо очень много писать тогда. Ну, в этом смысле, да, снимать поклёвки на донку намного легче. Ну, вот я веду, веду приманку, а поклёвки нету. А я снимаю. Давай, вот здесь прям, как тогда, пере... Опа! Есть! Как сказал! Как можно! Я даже увидел, и главное, клюнул, вина в момент, когда я сказал, друзья. Вот это я нажаловался. В общем, я понял, надо было поныть. Ну, круто, да, он прямо здесь. Он трясёт головой, пытается выплюнуть приманку. Но это тоже трёшка, друзья. Как бы ни было бы прискорбно или весело это признавать, но это в районе трёх тоже. Смотрите, какой хороший. О, он проглотил прямо знатно. Этот уже не сойдёт. Смотрите, при ванке даже не видать. Это точно три. Этот, наверное, как первый. Да, друзья, сколько можно рыбы поймать за один день. Подожди, 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 как нить? А вон там ещё кто-то плёснулся, к тому же. Как это, отмечается таким же плёсканием. Так, дружище, как я не хочу подсак брать. Я тебя сейчас руками возьму. Ты хорошо заглотил. Ух ты, хорошо заглотил, и шнур порвался. Это, друзья, я удачно... Приманку было бы жалко. Перегрыз он шнур, представляете? В итоге, фу, как я удачно его взял. Но это тоже три. Я не знаю, что делать с этой рыбалкой. Этот эмоциомер зашкаливает, друзья, если можно так выразиться. Уровень эмоций, он просто чрезвычайно высок сейчас. Я просто даже не знаю, какими словами описывать эмоции, радость, счастье, адреналин, который выплёскивается у нас в кровь. Но это круто, конечно. Такой рыбалки я не видал ещё. Иди сюда. Не, это тоже хороший. Это, друзья, тоже мы взвесим, но тоже три. Вот этот три есть. Сергей говорит, поменьше, но я бы сказал, что три в нём есть. И чтобы не быть голословными, это можно легко проверить. Да, это самый большой сегодня, друзья. Это три с половиной. Три пятьсот пятьдесят. Этот сегодня, друг, самый трофейный и взял, вот хочется сказать, он прямо под берег. Камера экшн писала, но насколько передаёт камера эмоции или вот это вот чувство адреналина, когда ты видишь, как рыба хватает приманку, я не знаю, но могу сказать со своих слов, что это ну просто невероятное что-то, когда ты видишь, как рыба хватает приманку. Сначала нас было хорошо. на нас идёт. Пойму. Да, 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 тянет. Но идёт на нас. Идёт на нас. Не понял я, засеклась или нет, по-моему, нет. Ну, первую хорошую поклёвку, друзья, я пропустил. Хорошую, опять же, относительно не было, да, была натяжка хорошая, но не пошло дальше, не было продолжения. Поэтому я всё ещё предполагаю, что это Мерланг и он ещё отсюда никуда не ушёл. Вот, как вы видите, яркое подтверждение тому, что сразу же всё с крючка съели. Но у нас есть альтернатива, мы можем ловить на силикон. Но селёдка ещё есть, я разрезал вторую селёдку, поэтому нужно её, так сказать, кормить рыбой, потому что потом уже второй раз не заморозишь. Если заморозить, она вообще не будет держаться на крючке. После одной заморозки уже желательно не использовать селёдку. Один раз можно заморозить, разморозить свежую и ещё на неё половить. А если вы заморозите селёдку второй раз, то уже большая вероятность, что она будет спадать с крючка даже при забросе. Филе станет очень мягким, что не позволит сделать хороший заброс. Как снасть ложится на дно. Но это поклёвки мерламберские. Когда приведёт к нам рыбка покрупнее на дальнем кордоне, пока неизвестно. Вот, да, поклёвки такие. Она трепает, обгладывает. То есть рот маленький у него, он не заглатывает, а он как пиранья треплет нашу наживку. Так, друзья, и это хорошее. Так, это вроде как не мерланг. Сначала прям, по-моему, кстати, сошла. Может быть, я ошибаюсь? Нет, наверное, не сошла. Не, не сошла вроде бы. Но интересно, что сначала даже был момент, что рыбка постояла. Не, не сошла, есть рыба. Вот, вижу, да. Может, и мерланг, кстати. Да, мерланг, но интересно, сначала как будто рыба прям постояла. Вот хороший мерланг. Да, всё ещё продолжает, друзья, ловиться мерланг. Тем временем подплыл паром. Ну, сколько можно его наловить за одну рыбалку? Я даже не знаю. Подожди. Хорошая, красивая рыбка, вкусная. Что с ним делать, я даже не знаю. Всё, я сейчас пойду за пунктом за паналей. Тогда прям где-то вот здесь он клюнул. Есть. Видишь, как заглотил? Ох, и это, кстати, хороший. Это прям очень хороший. Ну, либо он далеко, то что, либо это прям хороший-хороший. Да, по-первых, стоит, я даже не могу его сдвинуть. Ох, поклёвка, камера, посмотрим, писал. Как видно было, но есть. Камеру. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Ну, друзья, я не знаю, что вам сказать, но такой рыбалки не было. Не знаю, будет ли ещё. Ох, ну, хороший. Я пока не могу поднять. Может быть, мы сегодня, но либо, что мы далеко, как бы, а может быть, это рекорд сегодняшнего дня. Сейчас поднимем, посмотрим, может быть, и нет. Хочет ли он подрослеть ей. А, кстати, это треска. А вот мы дождались. И тоже, кстати, треска-то неплохая. Так, её бы не хотелось бы потерять. Достать хотя бы надо её. Так, а ну-ка, подруга, иди-ка сюда. Треска всегда на первых парах вываживания доставляет гораздо больше эмоций, чем люр, потому что она намного сильнее. Но треска небольшая, я бы так сказал, и не маленькая, но для трески могла бы она быть и побольше. Приманка завернула в три погибели. Зато. Но поклёвка классная была. общими усилиями переговоров мы пришли к консенсусу, что возьмём, в ней есть 45 сантиметров. Сергей говорит, что давай берём, потому что есть кому отдать рыбу. Вот, как я говорил, что я не беру рыбу больше, чем мне надо, но раз Сергей говорит, что мы найдём людей, которые с удовольствием её съедят, поэтому возьмём и её. селёдочка, селёдочка, давай ещё нацепим тебя. Друзья, не вошла поклёвка прошлой рыбы, извиняюсь, экшн-камера почему-то не включилась, хотя мне казалось, что я пишу, но так бывает. Техника иногда подводит. Уже вечереет, уже включен свет здесь возле пристани, но мы ещё хотим половить немножко, насладиться сумерками и надеяться, что с наступлением темноты поменяется клёв. Ну и как вы видели, таки мы поймали первую треску в этом месте. Первая треска это уже хорошо. Вот, снасть опустилась на дно, чуть-чуть подмотаем слабину, посмотрим. всё ли ещё Мерланг здесь или придёт к нам какая-то другая рыба. Да, есть. По-моему, ещё одна. Уже прям совсем вечереет, уже темнеет. Но он долго клевал, долго водил, мы не снимали поклёвку и туда-сюда она ходила, поэтому я очень предполагаю, что это всё тот же товарищ, который безобразно съедает нашу наживку. Это всё тот же. Он заглатывает и ходит туда-сюда под нос нашей наживкой. Груз 100 грамм для него не помеха. Иди, дружище, ты не самый большой. Ну что, друзья, стемнело и мы решили закругляться, потому что руки уже болят от такого необыкновенного клёва. Я, как сказал, так я ещё и не рыбачил с берега. Это была самая классная рыбалка с берега. Вот он, результат, который, помимо Мирланга, которого мы целый пакет взяли с собой, ещё сколько отпустили, сколько люров мы сегодня выпустили. Вот пять таких знатных хороших рыб, самая большая из которых 3,5 килограмма, треска 2,5 примерно, мольва 2. В общем, остальные 3 люра за 1 за 3, 2, 3, чуть до 3. В общем, рыба классная, рыбалка супер. Надеюсь, вы получили такое же удовольствие от просмотра этого видео, как и мы от самой рыбалки. Надеюсь, у нас получилось передать эти эмоции. Спасибо, что смотрели это видео, но и как всегда увидимся в новых классных выпусках. До новых встреч, всем пока!